Я хочу, чтобы мы прочитали текст, записанный апостолом Павлом в послании Колоссянам, 3 глава, 17 стих. Колоссянам 3, 17. «И все, что вы делаете, словом или делом, все делаете во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога Отца». Апостол говорит, что абсолютно все, что есть в нашей жизни, любое действие, либо словом, либо физически мы что-то можем делать, чтобы это все было во славу Иисуса Христа, и это все сопровождалось благодарением. То есть абсолютно все, что мы делаем или говорим, оно должно сопровождаться благодарением Богу. Я что-то сделал, кому-то в чем-то помог, я говорю, спасибо тебе, Господи, благодарю тебя за то, что ты дал мне эту возможность так поучаствовать. Кто-то помог мне, я благодарю за Него, и мы дальше еще посмотрим эти тексты. Когда я что-то говорю, ну, во-первых, я уже могу благодарить Бога за то, что я могу говорить, есть те люди, которые не могут. В Украине я немного учил сурдоперевод, и я общался с людьми, не имеющими возможности разговаривать, либо слышать. И вы знаете, ну, много чего, много в чем они ограничены в этой ситуации. А мы можем говорить. Поэтому пускай из наших уст вытекает не горькая вода, как говорит Иаков, а сладкая, та, которая прославляет Бога. Чтобы мы этими устами не было, как тот же Иаков говорит, этими устами мы прославляем Бога, и в то же время этими же устами мы проклинаем все остальное в этом мире. Мы ссоримся, ругаемся, а приходим в церковь, и мы говорим, слава Богу, пускай так не будет, давайте будем благодарными Богу за все, что Он нам дал. Я хочу, чтобы мы вспомнили один пример одного человека, муж Божий, который действительно имел благодарное сердце к Богу. Когда Бог его обильно благословил, хотя в его жизни были большие испытания, и вот когда мы читаем вторая книга царств, седьмая глава, там сказано, что вот Давид, когда уже Бог его сильно обильно благословил, он призвал пророка Нафана и говорит ему, ну вот я живу в кедровом доме. Кедр это очень дорогое дерево, и кедры только, даже не только в Иерусалиме, в Израиле, даже у язычников, кедром обшивали царские дома и храмы, либо капища, то есть это могли позволить себе, ну не каждый мог позволить. И он свидетельствует, говорит, у меня шикарный дом, другими словами, Бог меня настолько благословил, а вот в скине, ковчег находится в скине, вот эти вот тряпки и так дальше. И вот он говорит, хочу вот сделать, хочу построить Богу, хочу вот отблагодарить его. Нафан увидел его сердце и, зная Давида, говорит, все, что вот у тебя на сердце делает. Потому что Нафан, он видел жизнь Давида, но в ту же ночь Нафану Бог ответил, говорит, нет-нет, иди ему и скажи, что не он построит, но передай ему благословение. Нафан приходит и передает благословение от Господа и говорит, вот тебе за то, что вот твое сердце такое открытое, за то, что ты избрал меня, ну Господь вначале объясняет, говорит, я когда-то просил, у меня была нужда, и я и тебя не прошу, пускай это сделает твой сын, но за твое благодарное сердце, я благословлю тебя, благословлю дом твой, дом твой имеется в виду не тот кедровый, а его родство, благословлю его вовеки, и сына твоего, если он будет верен мне, а если будет ошибаться, я буду наказывать его жезлом, но из-за того, что вот у тебя такое расположение сердца, я благословлю тебя, что царство твое будет вовеки, и он сказал, что от тебя будет тот, кто воссядет потом в Иерусалиме, имеется в виду Иисус Христос, сын Божий произойдет из рода Давидова, вот такое было сердце его, и после этого Давид молится и говорит, Господи, я вот из-за того, что ты так сильно меня благословляешь, я открыл свое сердце к той молитве, чтобы благодарить тебя, и вот это действительно было благодарственное, благодарное сердце Давида, и мы знаем, еще до этого он уже в Скинии, он учредил служение, поставил певцов, левитов, где сказано, что они приносили жертву благодарения, а другие прославляли Бога с благодарением, благодарение сопровождает любое служение в храме, очень много в Ветхом Завете мы находим текстов, которые говорят, что и это свидетельствует о благополучии народа, если в храме слышен голос благодарения, когда мы читаем из Икиля, Бог говорит, что наступит время, когда вы вернетесь из плена, и будете благословляемы мною, и я буду изливать на вас милости, и вот тогда будет слышен голос благодарений. Дальше у Еремии 33 глава мы читаем, Еремия вообще описывает это еще до Иезекииля, он говорит, вот наступит время, когда вы, уже наступает время, когда вы пойдете в плен, в пленение, из-за того, что ваше сердце оно жестокое, вы не слушаете меня, но когда вы сокрушитесь, и по Божьему обетованию, через определенное время, через 70 лет, у вас будет возможность вернуться, и он дальше говорит в 33 главе, цитируя Псалмы, и он говорит, будет такое благословенное время, я так вас благословлю, когда вы будете опять слышать голос жениха, голос невесты, голос благословляющих, и дальше он говорит, и будет голос благодарений, голос благодарственных, будут жертвы благодарения, Богу важно, чтобы мы благодарили его, потому что он действительно, его милости изливаются на нас, Писание говорит, и на добрых, и на злых, но те, которые верны ему, они имеют особое благословение от Бога, и он ожидает благодарного сердца, как у Давида. И дальше действительно мы видим, это и сбылось то, что сказала Еремия, когда мы читаем Неемию 3 главу, мы видим, что Неемия вместе с Ездрой, и они возобновили служение в том храме, который перед ними раньше построил Зоровавель, и написано, что они также приказали всем священникам, левитам возобновить это служение, и было очень важно, чтобы звучало благодарение Богу. Пая Псалмы, они благодарили Бога, возносили хвалу Богу. И мы с вами читаем, что и в Новом Завете, вот тот же текст Колоссиным, когда мы читаем, написано, в каждой главе Павел говорит о благодарении, и вот оно перекликается с Ефесянам, где говорится о том, что мы должны все делать для Господа, мы должны петь, воспевать, прославлять Его благодаря Бога. У Павла даже молитва, она по сути является в большей степени синонимом слова благодарения, потому что, когда мы читаем 1 Коринфянам, и Павел приводит пример в 14 главе о иных языках, и он просто обращаясь к этой церкви, говорит, ну смотрите, вот вы будете говорить на непонятном каком-то языке, там молиться духом, говорит, то как простой человек, когда придя в церковь, услышит вашу молитву, как он скажет аминь на ваше благодарение. То есть, он перед этим говорит, вот вы молитесь, а в конце, подводя итог, говорит, это было благодарение. То есть, у Павла понимание, что вот когда ты становишься на колене, либо в другом положении, ты молишься к Богу, обязательно большая часть твоей молитвы должна быть благодарением. И мы видим в Новом Завете очень много, в каждой церкви, в которой он пишет послание, он говорит, благодарю Бога за вас, благодарю, благодарю, и вы благодарите. Видим, что это действительно показывает нам пример, как мы должны благодарить. Вся наша жизнь должна быть наполнена благодарением. Когда мы читаем Ефесианам 5 главу, Павел говорит, что верующим людям, святым, неприлично смехотворство, неприлично пустословие, неприлично сквернословие, но напротив, нам прилично благодарение. То есть, дети Божьи должны благодарить Бога абсолютно всегда, потому что Он дает нам все необходимое. Мы часто принимаем все за то, что, ну, как бы должное. Бог нам дал, ну, а почему бы и нет? Я же все оставил, я же в церковь прихожу иногда, я там определенных грехов каких-то сложных, тяжелых в нашем понимании не делаю, значит, все в порядке. Но нет, мы же должны благодарить. И мы видим в Писании, когда апостол призывал, когда все Писание нам говорит о том, что будьте благодарны, имейте это благодарное сердце, как оно было у Давида. Благодаря всегда за все Бога и Отца, Павел говорит в том же 5 главе Ефесянам, после пения славословия. Интересно еще, когда Павел говорит филиппийцам, он говорит о том, чтобы мы не заботились ни о чем, но все в прошении предавали Богу. И дальше он говорит, что вот это прошение сопровождается благодарением. Смотрите, даже когда мы просим чего-то, мы должны благодарить. Ну казалось бы, ну как так? То есть есть рубрика, скажем так, да, благодарений, время для благодарения. Теперь вот настало время просить. А он говорит, вы когда просите, вы уже в молитве, вы уже и благодарите Бога. Благодарите с верой в то, что Он исполнит. Вы благодарите Его за то, что Он помог вам до этого момента дожить и дал все благословения. Вот как он говорит, вы когда даже просите, должны благодарить Бога, Потому что все в Его руках, все в Его силе, Он нам ничего абсолютно, ничего не должен, поэтому мы должны благодарить Его. В Колосином 2 главе Павел говорит о том, что мы, те, которые уже укорененные, те, которые утвержденные, то есть те люди, это не новопокаившиеся люди, это не слабые в вере, это сильные. И Он говорит, вот вы укорененные, утвержденные в Нем, то есть в Иисусе Христе, укреплены в вере, вы научены и должны преуспевать в этой вере с благодарением. То есть получается, тот человек, который является истинным христианином, тот, который уже все время следует за Господом, тот, который имеет настоящий, сильный, мощный фундамент на Слове Его и на вере в Иисуса Христа, он не может не благодарить. Мы должны быть благодарными Господу за все. Это подтверждает то, что мы Его дети. Когда мы читаем Фессалоникийцам, Павел говорит, мы благодарим, он обращается к церкви и говорит, мы не можем не благодарить, мы благодарим, мы благодарим. И потом, еще в 5 главе, он потом обращается к церкви и говорит, и вы должны за все благодарить Бога, потому что такова воля Божья о вас. Воля Божья, то есть Его желание. Бог пребывает среди нас, Бог смотрит на нас и Он хочет, Он ждет, чтобы мы Его благодарили абсолютно за все. Мы часто иногда можем, часто иногда, вот бывает и так, и так. Мы можем благодарить Бога, когда вот что-то вот очень сильно просили, длительное время, и Бог дает положительный ответ. И вот, если наше сердце открыто, то мы благодарим. Но сказано, ну, во-первых, не все-все благодарят, да, то есть бывает такое, что даже в таких ситуациях и человек принимает это как должное. Но, все равно, описание нас учит, что мы должны благодарить не только за хорошее, но и за испытания, и абсолютно за все в нашей жизни. Проснулся утром, все, что видишь, все, что вспоминаешь, все, что у тебя есть, благодари за это, потому что это дал Господь. И во втором же Фессалоникийцам он пишет, говорит, так и вы должны благодарить, и вот и мы не можем не благодарить. То есть мы должны всегда благодарить, это Божий принцип. Когда мы читаем, 1 Тимофею Павел пишет о том, что вот нам нужно молиться за всех людей, и он еще говорит, совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех людей. Помимо того, что мы молимся за окружающих нас людей, братьев, сестер, в семье, родственники, соседи, дальние, за правительство, есть тексты, которые говорят. То помимо того, что мы просто за них молимся, мы еще должны за них благодарить. Братья и сестры, как часто мы благодарим за людей, которые нас окружают. Благодарим ли мы за нашу церковь, благодарим ли мы за членов церкви, которые есть с нами, за все возраста, которые есть. А Писание говорит, что мы должны, это повеление от Бога для нас, чтобы мы это делали. И еще вот такие три текста, которые мы читаем, что происходит на небесах. Откровение 4 глава, Откровение 7 глава, Откровение 11 глава. Три главы, которые описывают разные ситуации, которые происходят в небесах. И вот видим, в 4 главе сказано, что пришло 4 животных, это 4 херувима, и они прославляли Бога. И когда животные воздают славу и честь, и благодарение сидящему на престоле, живущему во веки веков. Они благодарят Бога, они прославляют Бога. Дальше в 7 главе сказано, что вот есть 4 животных, потом 24 старца, а вокруг их просто сонмы ангелов. Огромнейшее количество ангелов. И вот 7 глава говорит, что эти ангелы, вот они говорят, аминь, благословение, и слава, и премудрость, и благодарение, и честь, и сила, и крепость Богу нашему во веки веков. Аминь. И ангелы прославляют Бога и говорят, что вся благодарность, все благодарение принадлежит только тебе. Еще один пример уже в 11 главе, эти 24 старца, они также, они снимают свои венцы, которые Господь им дал. И они ложат эти венцы пред Иисуса Христа, пред Агнца. И сказано, благодарим тебя Господи Божий Вседержитель, который еси и был, и грядешь, что ты принял силу твою великую и воцарился. Вот что происходит, братья и сестры, святые люди, святые ангелы, все должны благодарить и благодарят. Это призыв к нам, чтобы мы не принимали, не воспринимали все как должное от Бога, а чтобы мы были благодарными, имели это благодарственное сердце, как у Давида. И Бог будет благословлять не по нашим заслугам, а по своей любви и видя наше открытое сердце. В Новом Завете мы также видим, тут мы прочитали, как жертва хвалы уст, которая благоприятна Богу, когда мы произносим благодарность Ему. Но также вот мы находим в Коринфянам практика, практика, как еще на практике это происходило. И когда мы смотрим второе Коринфянам в двух текстах, Павел говорит о финансовой поддержке, он говорит, вот вы помогайте, помогайте другим церквям, собирайте финансы. И говорит, помимо того, что вы восполните их нужду, нужду святых, то вы еще приведете к тому, что будут лица, будут звучать благодарности от тех людей Богу. То есть он говорит, на практике, когда вот мы поступаем, когда мы друг друга поддерживаем, помогаем, то от тех людей звучит благодарность, которая приятна Богу. Жертва благоухания, как тот приятный фимиам. То есть казалось бы, ну что здесь такого? Ну там чем-то помог вот этим вот материальным, которое часто называют злом, да? Оно приводит к тому, что другие люди начинают благодарить и прославлять Бога, а ему это приятно, потому что воля его, чтобы мы так действовали. В Ветхом Завете мы читаем с вами, когда вот книга Левит, которая описывает о различных жертвах. И там есть, в первых главах описывается пять различных жертв. Одна из них жертва мирная, которая в свою очередь делится еще на три жертвы. Это жертва благодарения, жертва по обету и жертва по усердию. И вот жертва благодарения. Интересно, что каждой из жертвы там свои принципы, что нужно было приносить, что сжигалось, что съедалось, что отдавалось священникам. Там много всего описано. И вот именно жертва благодарения сказано, что она должна съедаться людьми, которые принесли ее в тот же день, когда она была принесена. Та же мирная жертва, но, например, по обету ее можно было съесть на протяжении двух дней. И еще интересно, что эта жертва благодарения, благодарности, в первую очередь призывалась приводить однолетнего тельца. То есть, ну, представьте себе, один год, вот кто знает, это уже большое животное. В те времена не было ни холодильников, ни возможности, тем более было повеление от Бога, чтобы за один день съедать. И простая семья, она не могла бы съесть за один день почти корову. Или даже если однолетнего овна, то есть барана, ну, представьте, ну, вспомните, сколько вы за день съедаете мясо, ну, какой бы желудок не был, ну, не сможете вы одной семьей сделать. Что делали евреи? Они звали всех родственников своих, соседей, и они ели эту еду. И когда их звали, соседи, родственники не спрашивали, какая причина, почему ты нас позвал, что это за праздник такой? И он говорит, это жертва благодарности. И евреи, то есть и хозяин дома, он объяснял, какая причина. Он говорит, ну, вот у меня была в жизни там такая проблема, я молился, приносил жертву Богу одно, другое. И Бог ответил мне, Бог послал мне там, либо решение этой проблемы, либо послал ребенка, либо дал исцеление. То есть он свидетельствует, он рассказывает всем окружающим, что Бог сделал в его жизни, и этим благодарит Бога. Вот как на практике делалась эта жертва благодарения. Она не была, это не жертва повинности, это не жертва за грех, это было от чистого сердца. И они это делали, потому что у них была радость за то, что Бог дал. А Бог нам столько всего дает, как часто мы благодарим, как часто мы свидетельствуем людям, что сделал в нашей жизни Бог. Когда мы просим, мы говорим, Господи, ну вот сделай, и даже иногда обещания ему даем, вот то и то буду делать, выполняем ли мы их. А вы знаете, как полезно и другим услышать свидетельства о том, что Бог делает в твоей жизни, чтобы и они были потом благодарными, чтобы они имели эту практику, знали, что во всем нужно обращаться к Богу, и потом возносили хвалу Богу за то, что Он это исполнил. И это повеление Божие, вот так мы должны жить. Был период времени в Израиле, это уже Иудея, Южное Царство, когда среди прочих царей был один такой, воцарился нечестивый царь, Ахаз. Его имя почти созвучно с нечестивым царем Северного Царства Ахавом. Но вот этот Ахаз, он нечестивый, он построил жертвенники Ваалу, в храм входили эти жрецы Ваала. Посуду, которую Соломон предназначил для служения Богу, эту посуду он использовал не по назначению. В период его времени, в его царствование, Израиль, то есть Иудея, было запущено. Это просто было ужасное и мрачное время для них. В храм никто не ходил на поклонение Богу. Это был просто ужас. И когда он умер, вместо него становится его сын, которого звали Езекия. Он в первый же год своего царства, первое, что он делает, он возобновляет служение в храме. Он собирает священников, левитов, говорит, очищайтесь по закону Моисееву. Они очистились. Он им говорит, теперь идите и все сосуды в храме Божьем, все, что есть в храме, очищайте, чтобы оно было все святым и очищенным. Они это делают. И дальше он призывает их всех и говорит, теперь настало время возблагодарить Богу и принести жертвы благодарности Богу. И потом он еще обращается к народу, потому что собрались князья, которые привели очень много народа на это действие, на открытие еще раз храма Божьего, на освящение. И он перед тем сказал священникам, чтобы они принесли жертву благодарности Богу. Потом он обращается к людям и говорит, кто еще хочет возблагодарить Бога. Люди так возрадовались, что опять открылся дом Божий, храм, где можно молиться к Богу, где можно приносить все нужды свои и благодарить его за все, что они начали приносить огромнейшее количество животных. И там перечисляется очень много животных, просто сердце людей было открыто. Они благодарили Бога за то, что нашлось опять место, где можно служить Ему. Как часто мы благодарим за дом Божий? Как часто мы ценим служениями, которые у нас проходят? Как часто мы благодарим за все, что у нас происходит в этой жизни, что у нас есть возможность? Но вы знаете, не всегда, не всегда вот эти дела, они действительно были от чистого сердца. Когда мы читаем пророка Амоса, мы находим такой текст, когда вот этот пророк, родившийся в Иудее, еще в то время есть, существует еще Северное Царство. И он приходит в это Северное Царство уже в 7 веке до нашей эры, непосредственно за очень короткий период времени до того, как в 722 году это царство будет полностью разрушено Ассирийским империей. И он приходит к ним и начинает им проповедовать, их же жрецы, их священники говорят, ты почему сюда пришел? Кто ты такой? Иди в свою Иудею. И он говорит, в вас есть истинный Бог, которым вы забыли, которому вы не служите и не поклоняетесь. Но они не хотели, они все делали для того, чтобы его прогнать и наказать. Но видимо он нашел еще тех людей, которые пытались хоть как-то служить в Северном Царстве Богу, хотя не было там храма, северные цари не пускали в Иудею, где находился храм Божий. Но они пытались, они приносили какие-то жертвы и Бог через Амоса обращается к этим людям и говорит, да, вы что-то делаете, вы приносите эти жертвы благодарности, но я не буду их принимать. Потому что сердце ваше далеко отстоит от меня. Вы делаете это просто, там он еще описывает, вы делали жертву благодарности, но потом идете и рассказываете всем, вот что я сделал. Я Богу принес это, я там помог одному и другому, он говорит, ваше сердце далеко от меня, я не буду принимать эти жертвы. Поэтому иногда, знаете, когда даже мы если произносим слова, спасибо тебе Божий, или спасибо брат и сестра, или даже если что-то мы физически делаем, но если это не идет из нашего сердца, нет искренней благодарности за все то, что дает нам Бог, Бог говорит, я не принимаю эти жертвы. Когда мы с вами читаем первое послание Тимофею, или уже второе, ну послание Тимофею, скажем так. Когда мы читаем послание Тимофею, Павел говорит, что говорит, вот в последнее время будут люди верующие, не верующие, разные, но вот в последнее время будут люди, которые станут более сребролюбивы, самолюбивы, горды, надменны. И там еще 3-4 стиха, он приводит вот эти вот примеры, насколько нечестивыми будут становиться люди, как поменяются приоритеты их жизни, что даже в церквях люди все равно будут отходить в сторону и больше себя прославлять, больше о себе думать, о себе заботиться и так дальше. И вот среди всех этих нечестий, среди всех этих грехов, которые запинают, те, которые не дают служить Богу, он называет, он говорит, будут неблагодарны. Братья и сестры, не благодарить Бога, Павел ставит в один ряд с нечестивыми, гордыми, надменными, с сребролюбивыми, с самолюбивыми людьми. Поэтому, когда мы не благодарим Бога за то, что Он нам дает, мы становимся теми же язычниками. Римлянам 1 глава, мы читаем в 21 стих, Бог говорит, что Он открывался людям, Он давал возможность каждому, чтобы дальше искать Его, чтобы трудиться в том, чтобы найти действительно Бога и одержать, получить это спасение. И Он говорит, но так как они, познав Бога, то, насколько Он там им открылся, да, у нас сегодня больше возможностей. Но этот стих касается каждого человека, что в те времена, что в сегодняшние времена. И Он говорит, так как они, познав Бога, но не прославили Его и не возблагодарили, и дальше там перечисляется, что дальше эти люди еще делали, одно, другое. И в 24 стихе Он говорит, то и предал их Бог их же похотям. То есть, так как мы познали Бога, мы знаем Его, но если мы не будем благодарными, если мы не будем благодарить Его, то мы можем стать наряду с теми нечестивцами. И вот наша похоть, наша плоть, как Яков говорит, каждый обольщается и увлекается собственной похотью. Поэтому наша похоть, она уводит нас в сторону. И мы можем стать, как тот бывший народ Божий, который делал просто что-то физически, но сердце их было далеко, и они стали наряду с нечестивцами, и они получили свое наказание еще тогда. И чтобы каждому из нас не стать наравне этих людей, которых Павел пишет в римлянах, чтобы мы не пустились в распутство. Иногда ты думаешь, ну как так? Человек же в церкви, иногда там даже лидером был. Ну почему так произошло, что он годы служил, а ты узнаешь в его жизни какой-то страшный грех? Что-то меняет его жизнь. То есть он оставляет Бога, уходит из церкви. Ты думаешь, ну как так? А понимая, что человек, даже вроде бы находясь в церкви, много чего делая, он не прославлял Бога от всего сердца, он не благодарил Бога от всего сердца, то это и становилось причиной падения. Писание нас учит, что мы должны благодарить. Братья и сестры, как часто мы благодарим? Благодарим ли мы каждый день Бога за наших детей? Если мы не будем благодарить, Бог отпустит. Наступит такое время, к сожалению, может наступить такое время, когда потом будут другие молитвы, плача и рыдания. Боже, почему мои дети ушли от Тебя? Почему они сейчас в страшных мучениях? Почему люди становятся из верующих семей, и становятся наркоманами, алкоголиками, блудниками и так дальше? Почему? Благодарим ли мы Бога за них? Каждый день. Муж и жена, благодарим ли мы Бога за свою половинку? Каждый день. Благодарим ли мы? Или мы уже все воспринимаем как должное? Если мы неблагодарны, если мы каждый день не прокручиваем это в своей голове и в своем сердце, ощущения уходят. Чувства эти уходят. Ценность друг друга будет уходить. Но если мы благодарим искренне Бога каждое утро, каждый вечер, в любую секунду, друг за друга, то мы вспоминаем все эти ценности. Почему мы любим? Эта любовь, которая Духом Святым дана в наши сердца, она действует. И семьи укрепляются. Благодарим ли мы каждый день? Благодарим ли мы Бога за еду? Благодарим ли мы Бога за работу, за здоровье, за дыхание? Благодарим ли мы каждый день? Или мы отпускаем это все на самотек? Братья и сестры, Писание нас учит, чтобы мы были благодарными. Чтобы мы были благодарными Богу за спасение. Чтобы мы были благодарны Богу за нашу физическую жизнь, за здоровье, дыхание, все, что Он дает. За все благословения, которые мы имеем каждый день. За тех людей, которые есть в нашей семье. За ту работу, которая у нас есть. За церковь, которая у нас есть. За братья и сестер. За все служения. За ту страну, где мы находимся. За ситуацию в стране. Благодарим ли мы Бога? Поэтому, пускай Господь нам поможет. Те, кто благодарят, чтобы и дальше мы становились сильнее. Чтобы мы увеличивали этот список благодарностей Богу. Потому что, как бы мы не перечисляли, какой бы мы список не написали, мы все равно не сможем все записать то, что дает нам Бог. Мы должны это понимать. Так вот, пускай этот условный список расширяется в нашей жизни каждый день. Действительно, чтобы мы ежедневно за все это благодарили. Ибо такова воля Божья о нас. Пускай Господь благословит нас. А Ему за все пускай будет вечная слава. Аминь.